Результаты новых исследований добавили конкретики о влиянии яблочного уксуса на холестерин, сахар в крови, кишечник, патогены. Теперь стало ясно, можно ли благодаря яблочному уксусу похудеть и почему его нельзя пить в неразбавленном виде. Джулия Дзумпанно, диетолог из Центра питания человека Кливлендской клиники, поделилась, насколько полезен яблочный уксус и есть ли риски при его употреблении. Речь пойдет не о предположениях, но о фактах, доказанных исследованиями. Итак, факт 1. Снижает уровень холестерина. Исследования связывают яблочный уксус с уменьшением общего количества холестерина и триглицеридов. Он также способствует повышению уровня липопротеинов высокой плотности, известных как хороший холестерин, которые помогают выводить плохой холестерин из крови и снижают риск сердечных заболеваний. Факт 2. Контролирует уровень сахара в крови. Новые исследования показывают, что яблочный уксус снижает уровень глюкозы натощак, если употреблять его более 8 недель. Он замедляет процесс пищеварения, благодаря чему организм медленнее высвобождает глюкозу. Факт 3. Поддерживает здоровье кишечника. Как пробиотик яблочный уксус способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника. Это помогает улучшить регулярность работы кишечника, иммунитет и пищеварение, а также может защитить от изжоги. Факт 4. Действует как дезинфектор. Снаружи организма яблочный уксус способен убивать некоторые типы патогенов, но не все. Исследования показали, что он эффективен против бактерий, включая устойчивый к метицелину, золотистый стафилококк, MRSA и кишечную палочку и колли. Факт 4. Помогает ли яблочный уксус похудеть? Научных доказательств того, что яблочный уксус способствует похудению, недостаточно, но потенциал есть. В исследовании 2024 года, проведенном в течение трех месяцев, участники, которые ежедневно пили яблочный уксус, заметно снизили вес, индекс массы тела, уровень сахара в крови, триглицеридов и холестерина по сравнению с участниками, принимавшими плацебо. Некоторые исследования показывают, что яблочный уксус может действовать как краткосрочный супрессант аппетита, но доказательств его долгосрочной эффективности нет. Если ваша основная цель похудения, учитывайте это. Сколько яблочного уксуса нужно употреблять ежедневно? Хорошая новость, вам не нужно пить полный стакан яблочного уксуса, чтобы почувствовать его пользу. Достаточно 1-2 столовых ложек, говорит Джулия, а иногда даже меньшего количества. Начинайте с 1 чайной ложки и постепенно увеличивайте до 1-2 столовых ложек в день. Как лучше употреблять яблочный уксус? Его нежелательно пить в чистом виде, да и вряд ли вы захотите. Диетологи рекомендуют разбавлять его водой, чтобы вкус был более приемлемым. Принимать можно перед едой или сразу после, это помогает пищеварению. Вы также можете использовать яблочный уксус для приготовления домашних заправок или соусов, что помогает замаскировать его вкус. Важно, яблочный уксус очень концентрированный и должен быть разбавлен, иначе он может привести к ряду проблем, предупреждает Джулия Зумпану. Каковы риски употребления яблочного уксуса? В целом, яблочный уксус безопасен при правильном употреблении, но есть риски. Как уже упоминалось, его нужно всегда разбавлять из-за высокой кислотности. Если этого не делать, он может повредить слизистую оболочку пищевода и даже повредить зубную эмаль. Это может случиться и при превышении рекомендуемой дозировки. Некоторые люди сообщают о побочных эффектах, таких как тошнота, рвота, изжога или расстройство желудка. Яблочный уксус также может снизить уровень калия, что влияет на действие определенных лекарств, таких как дигоксин, инсулин и диуретики. Из-за снижения уровня сахара он может взаимодействовать с лекарствами для лечения диабета. Поэтому, если вы принимаете какие-то лекарства, перед началом приема яблочного уксуса лучше проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что он не усугубит существующие проблемы со здоровьем. А есть ли у вас опыт применения яблочного уксуса? Как ваше впечатление? Не стесняйтесь оставить комментарии.